вот видно спиленое дерево то специально чтобы тут типа рыба нерестилась и так далее то есть видно вот он сломаны деревья зачем делают это старое русло видно погребали гравий река раньше текло я иду по следам трактора хочу сейчас немножко другим способом выйти на свою дорогу силенская протока там он непонятки всякие конечно интересно то есть это вот течет протока реки то есть она такая не сильно большая вот видно вот тут трактор есть но мне туда вот раз хотя можно и вот тут вот хариус ленок интересно вот такие вот дела стоят той же речки просто на другой вышел на другом месте вот тут вот творится но тут более-менее понятно куда идти вот развилка там вот речка течет в канаве от не ухожу от этой проточки и она тут мелеет вот видно это уже давно заросшие старые протоки реки то есть реку сдвинули следы каких-то животин крупных это вот ездил трактор типа беларусь его следы простите что я иду бегом вот тоже то есть специально кучу заломок он напилен специально ну а потом будет пожару за таких лесников то есть вот они херачат деревья типа чтобы вода была холодная и чтоб стоял запах конечно но видно уже все то есть трава прижата холодом идет пар еще мелкая трава уже падает еще вот такие вот для нас стоят но они тоже уже скоро лес будет видно на просвет то есть не джунгли уже по жуком листья вот такие вот дела короче по этой тропинке я экономлю практически 40 минут то есть я иду не просто напрямки а еще есть выигрышем примерно километра полтора расстояние я экономлю движение по пересеченной местности, мне не надо речку форсировать, то есть ручей я перешел в сапогах, ну там меньше чем по колено, ну даже по колено максимум был в самом глубоком месте и иду по дороге проехать сюда невозможно, по причине нам, которую я вышли вам показал с одной стороны это хорошо для пытливых, так сказать людей, ну видно, следы люди ходят, причем свежие, может даже сегодня утром, или вчера вечером то есть после дождя ходили, вчера дождя не было позавчера был ну вот я так, я эту дорогу видал с той стороны, но мне исследовать куда она ведет, как бы не интересно вообще ну и вот я выхожу, уже видно на просвет, там большая река основное русло как уверяют старожилы тут могут бегать медведи медведица с медвежонком ну так ли на самом деле вот гниет, пропадает хороший лес затем-то опять спилили его и все так ли оно на самом деле это неизвестно ну вот уже все вот она река у меня сейчас влево, мог бы я конечно по левой пойти дорожки чтобы вот с этой проточки разминуться а, ну вот она, да все лист уже свежий нападал потому что трактор ездил тут вот она все, у меня сейчас влево то есть вот этот пень заметный ориентир то есть туда мы выйдем пойдем вниз навстречу своему движению а мне нужно вот большой плес и выше идти то есть большой хариузный плес где куча хариуса стоит сейчас лучше хариузного плеса начинать обход обход территории да, запах уже другой запах уже прелой листовы холода запах осени все в прошлом и комаров вообще нет в прошлый раз был запах извините, дышу у меня рюкзак там за спиной запах был летом еще причем хоть и осень была в сентябре но был запах летом а сейчас запах осени так, ну вот я вышел хоп как классно всегда буду так ездить а то по карте все вроде понятно но в реале-то не всегда сходится реал и вот я на реке вот оно сходит солнце вон сопка там впереди вот он малек убегает еще не сожранный хищниками вот он я ну двигаем дальше если ты еще полкилометра вверх пройти и будет кайф полный и будет то зачем мы пришли вот это я еще делал костерок оставил на черный день так его никто не поджигал то есть такой быстренько пришел можно было даже тормознуться ну ладно сейчас надо одеть перчатки чтобы в занозах руки не были это место как говорится основное на случай там ночевок и т.д. обеда от него как бы уже идут идут танцы дальше ну а дальше как бы новые горизонты идут пошел я туда где я ночевал в общем в то место вот видите как вынесло корягу просто феноменально ну пугать не буду сейчас хочется кинуть все бросить но не буду спешить как говорил этот док дай покайфовать сейчас поставлю свой любимый воблер вот здесь не надо подымать все таки в лес лимонник еще надо сорвать к чаю тяжело потому что я сегодня взял с собой полтора литра воды и немножко еды ну вот а я буду находиться ровно вот напротив впадает речка вот на этом мысу буду кидать вот тут вот то есть облавливать вот эту яму роскошную оно конечно отсюда можно покидать но оттуда шансов поболи наверное так вот он лимонник должен виден быть пока кладем спасибо водителю спасибо уважаемый пассажирам а то я чуть не забыл удочки и спиннинги в автобусе ну тут уже кто-то его я собирал еще кто-то собрал лимонник комсомольск на Амуре осень силенка с вами Юрич дальневосточное приключение путешествия все ради вас мои дорогие подписчики вот залез специально на этот поваленный тоже смытый огромный ясень ясень все-таки хотя может нет ясень это все-таки или ильм и вот показываю место вот я ночевал напротив вот под тем кустом вот такой вот кустик вот там я сидел откуда я снимал ну вижу костерок на месте вода слава богу прозрачная не прибыла и вот сейчас я буду осваиваться ну сейчас передохну соберу спиннинг покидаю здесь в яму здесь и потом пойду вот этот круг поворот сделаю на 90 там метров 300 просто выше переправа которую я не смог снять вернее снял но не получилось у меня только фото а это вот такой дремучий лес там идет вот эта вот проточка которую я вам показывал обсыпанный решил я расширить интерес свой вот обнаружил обалденный заливчик куча малька он сейчас я его шуганул он ушел вниз но очень интересное место оставлю свои следы так извините у меня телефон в руки все скинул решил так побродить пока это тоже забитые протоки но тут могут быть заливчики вполне себе солидными похоже видел киту вот кто-то ходил кстати трава примята ну может рыбаки а может и нет вот какая глубина то есть холодная вода уже все это по поезде при этом он выходит на быстрину то есть вон круги идут может кто стоит тут какая рыба ну вот можно пройти тропинка была по бревну человек или зверь кто-то проложил больше на рыбаков конечно похоже хотя примята очень солидные может и рыбачили другие какие-нибудь существа местные жители вот под бревном ничего не вижу пока вон там бревна то есть по берегу не пройдешь ну тут просто выше залом метров 150 и ниже тут интересное место я хочу вот отсюда покидать посмотреть солнце в глаза ладно пойдем по тропе вот я уже успел оборвать блесну точнее повесить ее на той стороне на ветку коряво как-то получилось и вот я вышел к тому залому которому я хотел попасть но он находится на берегу ну конечно зрелище охерительное видимо придется сюда перетаскивать вещи и обнаружил я следы не только человека тут кто-то ходил но и похоже ходил сам мишка вот я здесь его не вижу ну осторожно а вот там вот явно были следы не сильно большой но старый до дождя ну как бы ходил ходил пока пометим оставим свою пятку ну вот интересное место короче залом на берегу затишок тут есть под ним конечно я сейчас спугну может мне смысла не там обходить да вот этот поворот реку тут не перейдешь все таки она течет похоже одной протокой может даже вторая есть там но не сильно глубокая а вот вторая пошла вбок по карте да а мне надо вот к этому вот блин я еще и с этой стороны не смогу перелезть е-мое неужели придется зимы ждать а вот я спугнул вот она яма вот она прямо ну там еще плюсик ладно сейчас покидаем а здесь творится какой-то ужас вот здесь точно нога человека не ступала вот перспективно перебраться вот на эту отмель можно кидать по яму можно вот там по этому дереву еще одно если кинуть и вон там какую-нибудь палку ну там явно глубоко либо вон где главное потом обратно как перебраться только только вплавь блин придется ну хотя можно опилить вон там вон те вон палки покидать ну сложно конечно но вполне возможно вот тут в яме что-нибудь крутое есть может полно хариуса или или ног какой крупный и не знаю там вон под те можно еще кинуть заломы хотя не мешают они вон та ветка наклонная ну там под ней вот тоже яма то есть бешеное течение не знаю туда дальше пройти посмотреть пошел я за вещами короче не буду я пока никого пугать иду вещи тащу сюда пока на остров перебираться не буду никуда он от меня не денется еще а вот хочется уже покушать уже десятый час уже часа полтора я тут хожу результаты пока общем не очень никакие кроме общего созерцания природы конечно вот бревно обратите внимание смыло его принесло то есть что творит река но зато дичь вот тут уже вообще людей хотя следы нашел там чуть ниже метров 150 человек ходил вот тоже тропа ушла куда-то в лес наверное я по ней пройду нет это а ну да тропа но не человече человек пополомал все это аккуратно ветки переступал главное ни в какую петлю не попасть да сложновато все равно надо вдоль ручья да это кто-то ходил низкосидящий судя по всем вот вот он вот он выломан слушайте на человека что-то мало похоже что тут малинка растет конечно кто же нас любит малинку есть у нас любители меда и малинки определенные животные любящие мед малинку ну какой запах сейчас солнце пригрело опять пряный запах травы осенний запах перемешку с летним фантастика лимонник там еще что-то джунгль конечно охренительно по времени всего лишь минут 10 идти но эти 10 минут конечно так чреватый зря я сюда пошел здесь я не ходил мне просто любопытно ага это тоже забитое русло любопытно насколько оно проходимо в качестве тропы его использовать не очень оно проходимо ну хотя можно по нему не очень проходимо лучше там напрямик хотя это вот русло оно выходит о палка кстати может пригодится вот а ну все и поэтому русло я выхожу к своей стоянке вот как надо что-то положить чтобы мимо не пройти ориентир на палку вот так чтобы поворачивать чтоб я видел куда идти вот так вот тут похожие места все вот так вот на дороге вне лужки уже все а туда я успею еще сейчас а то там тоже мало ли оставил рюкзак без пересмотра запах сала придет и сожрет не спросит даже на разрешение снимаю на телефон но держу в руке поэтому какая не есть а ну вот здесь вот я не мог тогда пройти почему я свернул с него потому что там была вода коряги заломы и мне пришлось верхом идти о какое дерево ой вот тут точно наверное дупло вот это липа я ее не видел просто исполнить ну кто говорил про деревья меньше 500 лет вот оно лет 400 точно я даже не берусь сказать какого оно размера до обхвата но обхвата 4 наверное но не 3 3 это будет вот она вот тут натурально может быть гималайского медведя тут нет не даже подходить как небоскреб конечно залезть бы в нее глянуть все что угодно ну это вот остатки той реликтовой допотопной тайги значит тут потопа не было посмотрите я сейчас руку просто вот тополь поставлю руку смотрите рука в сравнении что поставить можно кепку поставить в сравнении с шириной дерева а вот и оно как уходит туда кстати она еще и живая блин там он кусок может ухнуться аккуратно ну липали это или тополь все таки похоже это на гигантский тополь господа хорошие так листья вроде тополины колючек сколько черемуха мака так любимой медведи а не это не черемуха мака это другое так отойду я на всякие это вот еще с нее падали куски да это тополь гигантский то есть это тополь допотопный значит то есть кто скажет что это тополь представляете да какие они были то есть условия сменились атмосферу вот его ветки вот рука моя вот просто на фоне я не знаю сейчас телефон поставлю просто вот посмотрите жалко нет подставки блин что бы подложить нож воткнуть сейчас секундочку сделаю с помощью ножа и какой-то матери подставку под телефон блин вопрос о нашей истории вот снимает да полюбуйтесь какой-то это толпы если то вот от него кусок улетел сверху откуда отломала грозу вот смотрите там папоротник закрывает ну вот какая ширина деревьев а потом видимо условия поменялись деревья стали меньше давление уменьшилось этот закрыл дубль делаю потому что папоротник не показалось закрыл вот какое дерево блин под ним стоять потрясает ну тут чувствуется дух какой-то другого мира абсолютно затерянного про это я уже много раз говорил то есть дух затерянного мира ладно у меня от него надо вот поменьше тополь тоже древний ну не такой но там дупло шикарное но липы тут тоже росли раньше вообще-то липы видимо не пережили липы есть чуть ниже и вот их даже не рубили первостроители вон еще один корявый да тоже тополь просто фантастика это вот 3-4 они сохнут исполнены 5 то есть пожалуйста можно любой спилить явно они уже не живые посмотреть сколько ему лет посмотреть все слои когда происходили катаклизмы вот это я нашел место продолжаю путешествие по затерянному миру в Силенке вот еще дупло ой-ой-ой ну тут зверюги могут жить так и вот она делает дугу а я спрямил ну я спрямил потому что она водой затоплена не убежать бы у меня в сторону от нее потому что она может и на дорогу вывести так значит ориентируемся на вот эти деревья интересные во какие тут вон еще упавшие вон какие тут возникают а ну вот уже вижу я выход так какие тут возникают интересные дела ну вот поэтому обломки частично частично с этих тополей да вот здесь я перед лужей сверну в сторону дикий горошек вьется или огурец какой-то бешеный да вот от нее сверну еще более-менее прошел потрясающе так что приезжайте к нам но это я не знаю какой пилой надо пилить наверно двухметровый факт насколько опасно потому что она трухлявая она просто может в любую сторону за как говорится сыграть это вот я страдал когда мост строил можно конечно еще одну палку срубить сломать мне шерст нужен кстати из этой палки шерст неплохой магазин сгнилоцой но все равно упор лучше чем отсутствие вот я пришел 10 минут это плюс я снимал то есть реально тут минут 6 ходу полкилометра когда хорошо ориентируешься в лесу все это в общем не напрягает хуже если ты растерялся потерял уверенность себя тогда да тогда правильные действия могут не получиться ладно пока я это оставляю вот мост про который я долго говорил упорно вон она одна палка вторую унесло кстати и под низом лежит бревно надо дойти вот по этому бревну а за это держаться развернуло его все так течением ну ладно там выше еще одно бревно огромное ну Юрий все спорится второй заброс удочки вот этот красавец уже в холодной воде метр от берега какой плавник роскошный крупный для наших мест это крупный считается больше длины ладони грамм 300 250 ну как минимум я уже голодный не буду на подножный корм себе поймал первый заброс не буду говорить где ну практически полтора метра от себя тут же поклевка на нижнюю мушку кстати на удочку на спиннинг вот не бралось пока со дня наверное надо пообедать сходить что-то я так разрыбачился но больше занимаюсь исследованием еще на раз полчасика пофантазирую никого вообще нет короче яму нашел охренительную просто глубина больше двух метров палку где-то два с половиной метра вырубил дна не могу достать у берега мой рост глубина ну там просто что-то сумасшедшее вот сейчас покажу то у меня уже сил нет прыгать по этим камням собственно к нормальной рыбалке я еще толком не приступал на большую рыбу хожу смотрю ямы так наловил хорюсенков мелких отпустил больших оставим вот вот такое вот дерево и вот здесь вот глубина вот палки не видно я а ну вон она лежит палка вот сбоку на всю длину я не могу дна достать вода богатая кислородом тоже тут поклевки хариуса были ну при такой вот насыщенности кислорода и глубине тут может все что угодно стоять и таймень в том числе ну я его конечно распугал но закидывать надо либо вот оттуда под нее вот в этот поток потому что ну чересчур вот отсюда я пробовал не воблером блесну сносит махом ну туда вот если кидать под нее как бы не задев палки вот палка лежит продольная ну попробуешь короче можно тут слона поймать и вон там дерево ну там мелко ну просто дерево какое огромное тоже подмыло и вот одно второе тополь а я хотел вот туда на мыс перебраться покидать вот там под яму ну сейчас понял что не успеваю либо я делаю лестницу перебираюсь гвозди есть палки есть длинные вот я вырубил жерди вот одна жердь где-то там вторая ну еще их сбивать еще ставить перемычки в общем час возни мне не в кайф пока на потом оставлю все успеется и так неплохо в общем мелкий ленок тоже попался на блесну ну зараза ушел прям под берегом ну и хоризенки мелкие тоже в общем на все ловится сразу клев классный ну ладно пойду сейчас на перекат я и так уже выше места ушел где я хотел изначально рыбачить ну тут конечно кайф еще более кайф короче просто просто нашел интересную ямку сейчас на обратном пути пойду может там еще хариус тут я слегка прикормил потрошками от киты вот здесь вот клевало сильно быстрое течение вот туда не получается закинуть он с под коряги пытается ее зацепить ну бывает не берется а там вообще вот неудобно пару раз я цеплял за ветки ну и течение сумасшедшее просто ой руки дрожат устал надо стабилизатор ну а там мелкое рыбы полно вообще тут я вот стоял было видно как она прям вот здесь вот в амуточке стоит на течении крупный хариус или ленок небольшой спины ну сейчас солнце ушло сейчас не так видно он вот здесь так вот стоит на улове берет а ленок стоит вот там вот под это неудобно кидать цепляется шнуп тем более там он отмек получается все натоптал так ну и что не снялось у меня опять что-то до безобразия натоптал когда было солнце было видно настоящую рыбу здесь повторяюсь может быть ну а там вообще бешеное течение и малая глубина ну сносит и под дерево туда даже на байдарке не пройдешь вмажешься сразу же в эти коряги не успеешь даже повернуться так ну что пришла пора чистить восстать ой блин сейчас грустно конечно рыбалка заканчивается что-то день зацепа сегодня увы может еще что поймаю ну как бы нормально пара хорюсов больше исследования строительства всякое в общем уже шестой час уже надо двигать к остановке помаленьше красивая рыба но кушать хочется всегда маленьких я отпустил так что меньше не берутся вот эти допрыгают заразы ну и плюс кое-что сошло что-то непонятное клюнуло не сильно вот кстати ТЭЦ труба видна даже отсюда вот она удивительно а вышки не видна хотя она рядом вечерний лес обратно иду той же дорогой в надежде успеть на тот самый автобус при этом конечно на рыбачиться не удалось что-то не поперло сегодня зацепы замучили потерял часа 3 с распутыванием вот мои следы ну и я даже не перебывая болотники ищу лужи вот иду вечерней дорогой у меня где-то 15 минут может 20 даже надо за 15 минут успеть короче добежать до остановки автобус уже минут 5 как стартанул бесконечный ну конечная далеко плюс он там небольшой круг делает пару километров минус 5 плюс на попова на радиоцентре но все равно тут скорости большие поэтому 60-70-80 город уже кончился поэтому мне надо поднажать иначе мне придется потом километра триха иначе по трассе аж до трубы тэц которую я показал ой как далеко она находится ну экономлю в силу то есть это вода это не пот пот смыл то есть оставил снасти до завтра оставил лишний груз воду еду только забрал потому что не в консервах консервы оставил потому что мишка может прийти следы все-таки там думаю что его я ездил небольшие до дождя ну мало ли зато завтра приеду спиннинги не собирать все готово 15 минут экономии не тащить лишний груз можно что-нибудь другое взять ну сегодня по сути была разведка нового маршрута потому что возможности хоть пору с четвером не сиков Владимир Семенович пел ну одно дело как говорится на карте километра другое дело в реале как он по тайге по бурелому есть ли дороги то есть все это грязь там или что ну по сути можно сказать таежный автобан я обнаружил то есть трактор тут гоняет очень шустро я думаю вообще спокойно бы прошел если не те самые напиленные сейчас будем проходить ну иду как по городу широким шагом с добычей добычу успел почистить так что сковородка уже ждет все не отставать от графика Юрия все по графику четко сейчас вот эти озера пройдут я вот там только с поворотами я помню была развилка я смотрел по GPS и что-то сейчас она непонятная какая сумерка я смотрел в туманной зимке в такой главное мне успеть переодеться вместо сапогов надеть тапочки потому что я мокрый там конденсат под сапоги конечно хорошая вещь но целый день обычно так снимаю а тут вот запарка за запаркой просто так вот бревно помню это где-то еще третья часть вон та здоровая лужа где-то я вверх уходил как только я домик увижу значит я уже почти главное чтобы автобус остановился я показывал вот такие приключения короче можно конечно было бы заночевать но у меня много рыбы настроение как бы помыться нормально ну решил я раз маршрут сложился быстро узнал новое расписание в очередной раз поменявшееся опять сдвинулось на полчаса раньше надо стартовать в 6 утра короче а не в 6.30 а потом в 7.05 вот какой грунт великолепный великолепный ну и плюс у меня удочка запуталась ее перевязывать долго проще заново связать поплавки там затянуло только главное распутал и оно опять самое как говорится ловистый на сегодня был со спиннинга что-то мелочь исходы спиннинга сегодня не фартануло так вот эту еще пройти огромный вот этот пруд блин это еще долго хрен побери так нет я в черепицу не ходил я шел пруд я обходил по своему берегу вроде куда я не забегал ой 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 блин вот сегодня ездили что странно блин вот я боюсь с развилкой так нет пруд был с этой стороны ну ладно уже ничего не сделаешь топаем и смотрим куда ты тропинка меня проведешь да полчаса найти зараза мне показалось я шел 10 или 15 минут ну видимо на позитивчике так показалось что меньше я больше там пруд я просто не пройду нет идем как ездил трактор трактор а вот еще был отлил что так соображаю плохо с утра слепило солнце а вот все кедр вот нашел анинфир ориентиров не было вот два кедра сейчас еще один кедр будет даже два их больше с этой стороны не увидеть все значит правильно там просто ручейка можно ноги сапоги помыть выскочить но видимо я не буду это делать потому что время буквально каждые пять минут на счету фиг его знает с какой скоростью ходит обратно подзабыл сколько там интервал 10 15 минут или все таки 20 20 можно было выскочить возможно по той дороге ближе к трассе может было выскочить активно 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 отдых ага и вот сюда наверное я ходил и попиленные бревна если это а трактор идет дальше дорога идет не совсем сюда идет на байкальскую да вот так вдоль прудная проходил зрительная память работает вот эту помойку не помню видел я или нет да вот он вот они поваленные деревья которые были в начале фильма ну ничего интересного и слышим уже шум машин совсем рядом поваленные условно поваленные партизаны они спилены а черт шейные позвонки устали все вот он ручеек и я практически выхожу вон он домик ну поднапрячься короче а ну тут такой ручеек что он в грязи поэтому если позже было в тапочках то идти конечно я вшел в тапочках но увы ну как можно умыться только и бежим дальше грязь это плохо обычная на речке до числа сапоги мою а тут сегодня экспромт вот он домик вот она дорога на дороге закрою будет автобус проехать туда там самой в ту сторону налево но посмотрим асфальт ну хочется спланировать идеально держит держит колонный маршрут здесь в этой колонной маршрут как у льва толстого все несутся машинки ну вот машинку можно здесь ставить дальше путешествовать остановка моя о даже сидушка есть условно конечно ну для того чтобы сапоги переобуть вполне пойдет так аккуратно перейти вон там надпись комсомоль все дорогие мои спасибо за просмотр вот оттуда он должен приехать классно 21 век что сказать